СМОЛЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ Главного управления МЧС России по Смоленской области Сергеем Уваровым. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. К сожалению, в Смоленской области есть случаи гибели на воде. Утонувшие люди есть. Скажите, пожалуйста, много подобных случаев в этом году зарегистрировано? Ну, сказать бы, чтобы мы превысили границы прошлого года, я не могу. Но, тем не менее, регулярно происходит несчастный случай у нас на водоемах. На территории области у нас задекларировано 48 пляжей. К сожалению, не все пляжи смогли работать в полном объеме. Связано это, в первую очередь, с плохим качеством воды, с отсутствием финансовых средств у местных органов самоуправления. Но, тем не менее, пляжей достаточно для того, чтобы хорошо отдохнуть, покупаться, позагорать. И, тем не менее, в области, значит, в городе Смоленске произошло пять происшествий с начала года, связанных с гибелью людей. В Дексногорске один случай, в Вележском районе два, в Вяземском один случай, в Гагаринском два случая, один ребенок. В Починковский район один случай, Драгобуш один случай, в Ростовский район в Передовиках шесть случаев, из них двое детей. Дети эти погибли в водоемах, искусственных, выкопанных возле домов. Но основная гибель, конечно, происходит детей из-за того, что слабый контроль родителей. Очень острый вопрос остается с людьми, которые злоупотребляют алкоголем при купании, или во время купания. То есть есть такие случаи, которые... Практически 90% всех случаев, которые у нас происходят с взрослыми людьми, это злоупотребление спиртными напитками. Поэтому еще раз обращаюсь к гражданам, планирующим отдых на природе. Если рядом есть вода, и вы планируете купаться, пожалуйста, откажитесь от употребления спиртных напитков. Вы сказали, что гибель детей нередко происходит из-за слабого контроля со стороны родителей. Можете еще раз напомнить родителям, я бы даже сказал, уже не рекомендации давать, если позволить так сказать, приказы, как уследить за ребенком, на что обращать внимание, если вы просто банально с ребенком пришли на пляж отдыхать? Ну, конечно, за руку ребенка водить по пляжу, это, ну, не совсем, наверное, будет правильно. Но, тем не менее, визуальный контроль все время должен быть за ребенком, постоянно. И, в первую очередь, нужно, наверное, озаботиться родителям обучить детей плаванию или умению держаться на воде. У нас достаточное количество бассейнов и грамотных специалистов, которые это могут сделать, могут научить ребенка. Конечно, нужно обязательно пройти через бассейн. Ну, это рекомендация. Но погода у нас была хорошая, особенно в июне месяце. Можно было вполне и достаточно мест хороших, мелких, где можно попытаться научить ребенка держаться на воде, плавать, не бояться воды. Потому что мы, естественно, мы в первую очередь рекомендуем и купаться, и загорать, и закаляться. Это как оздоровляющий фактор для любого ребенка. Но умение плавать – это в первую очередь. Нужно привить ребенку это. Спасибо большое. То есть вы назвали одну из причин злоупотребления алкоголем, если касаемо детей слабый контроль со стороны родителей. Какие еще причины приводят к трагедиям на воде? Потому что я помню новости о том, что один мужчина утонул просто потому, что он не умел плавать. Ну, неумение плавать – это, конечно, в первую очередь. Это будет всегда самая главная причина всех этих происшествий и гибели. Достаточно много людей у нас игнорирует такое требование купаться только днем. В вечернее время у нас тоже более 10% всех случаев, которые произошли у нас со взрослыми, я имею в виду, это купание после окончания работы пляжей. На пляжах у нас нет происшествий. И все-таки нужно учитывать, что пляж – это два, как минимум, подготовленных спасателя, которые могут оказать помощь, плюс медицинский работник. Но каждый пляж работает до какого-то определенного времени. Обычно они у нас до 19.00 работают. Люди, которые приходят после 19.00 или даже в неорганизованных местах. А основная гибель, конечно, происходит в неорганизованных местах купания. Там, где никто не смотрел, что за дно, какая глубина, что на дне находится. Не секрет, что в воде очень много мусора. Неспроста же у нас при анализе воды, получается, очень большое количество водоемов у нас не прошло по состоянию воды. А там и бутылки, и коряги, и металлические конструкции, и железобетонные. Все, что угодно может быть. Все может нанести травму, все может стать причиной какого-то происшествия. Поэтому мы призываем купаться только в местах вот этих вот пляжей, которые у нас организованы, которые есть. В Смоленске у нас, в самом городе, их два. Нижняя Дубровенка и Ключевое. Конечно, эти водоемы не в шаговой доступности. Но, тем не менее, маршрутки туда ходят, и можно вполне съездить и искупаться. Дно этих водоемов обследовано. Грамотные специалисты на берегу находятся. Огорожены места и для купания для детей, не умеющих плавать, и людей, не умеющих плавать. И просто зоны заплыва. Все определено. И я считаю, что это, конечно, безопаснее. Но контроль, опять, за детьми во время отдыха на природе и даже на пляже, конечно, родители должны осуществлять. Хотели бы вы обратиться к смолянам с какими-то просьбами, предостережениями, напоминаниями? Ну, в первую очередь, конечно, не переоценивайте свои силы. Опять же, откажитесь от употребления спиртными напитками. Это на воде, на природе. Не надо совмещать отдых на природе с праздником за столом. Внимательно смотреть за детьми. Я понимаю, все мы на работе. Дети без присмотра, каникулы, гуляют. Еще раз поговорить с ними, еще раз убедить их не ходить к воде, хотя она и притягивает, я понимаю, детвору. Но, потому что вот эти два случая, которые произошли у нас в Рославле, конечно, это дикие и трагедия для любой семьи, это понятно. Надо сделать все действия, которые бы исключили гибель ребенка, нелепую вот эту гибель ребенка у воды. Сергей Владимирович, спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Будем надеяться, что подобных случаев будет с каждым годом становиться все меньше и меньше, и что смоляне вас услышат. Будем надеяться. До свидания. До свидания.